Привет, дорогие друзья! И сегодня как бы такая вторая часть видео про высшее образование. И сегодня я хочу рассказать вам, почему я не работаю по профессии, что это такая за страшная тайна. И в первую очередь хочу сделать маленький дисклеймер. Все, что я буду здесь говорить, это никакое неоправдывание того, что я не работаю по профессии. Безусловно, нет. Если вы вдруг работаете не по своей профессии, по которой вы шли в высшее учебное заведение, то вы не обязаны никому, в принципе, объяснять. И это видео будет в первую очередь направлено на то, что если вдруг так получилось, что вы не сумели найти работу или разочаровались в своей профессии, что жизнь на этом не заканчивается, что в мире много возможностей, и вы, безусловно, безусловно сможете найти какую-то профессию, где вы сможете действительно применить свои таланты. Потому что я считаю, что каждый человек талантлив, абсолютно любой человек. Наши таланты — это вообще вся наша жизнь, вся наша деятельность. Просто нужно приложить чуточку, чуточку усилий, чтобы чуть-чуть повысить свой талант, свое развитие и двигаться дальше. Поэтому, если вам интересна такая тема видео, то продолжайте смотреть. Итак, журналистика. Первый пункт, первое объяснение того, почему я не работаю по профессии. Я неправильно поняла, что вообще такое журналистика. Я убедилась лишний раз, что если человек хорошо пишет, если у него хороший слог, если в школе он прекрасно писал сочинения, изложения и так далее, если у него там целые завалы стихов, романов и всяких подобных писанин, как у меня было в детстве, то это еще не говорит, что у него действительно получится такая разнообразная, но в то же время специфическая область, как журналистика. И это зависит не от того, что человек там, да, глупенький, или у него что-то там реально не получается, или он не догоняет. Нет, это именно идет от неправильного действительно понимания самого понятия журналистика и писательства. Не нужно смешивать эти два понятия, потому что они кардинально, они полярно разные, они действительно очень сильно отличаются. И сейчас объясню, почему. По многому, кстати говоря, я буду опираться на два типа людей, это интроверты и экстраверты. В первую очередь, что такое писательство? Писательство – это творческий полет мыслей. Писатель ни от кого не зависит, по сути дела, если только от издателя, да, который сказал ему, напиши книгу. О чем будет писатель писать, собственно, зависит только от самого человека. Он по большей своей части не ограничен какими-то рамками. Если ему дали там год написания книги, он может написать книгу за неделю, все остальное время отдыхать. Он может написать книгу ровно через год, то есть каждый день писать по определенному количеству строк. И все будет отлично. Что такое журналист? Вы приходите в офис или куда-то там в редакцию, редактор собирает планерку, там сидят еще такие же журналисты, как и вы, и каждому журналисту редактор дает задание «Езжай туда, делай это, снимай об этом, пиши об этом». Вы, человек, так скажем, не свободный. О чем вам сказали писать, о том вы будете. Я этот момент немножко не учла. И, в принципе, если вы прекрасно пишете у вас отличный слог, очень часто это может совершенно не котироваться и не цениться в обычной какой-нибудь газетенке. То есть вам иногда могут дать даже примерный текст, о чем вы будете писать. То есть какая-то творческая вот эта вот ваша жилка, творческая струя абсолютно не приветствуется, особенно это в новостной журналистике. Но в основной журналистике вообще, ну, знаете, самодеятельность, она, мягко говоря, даже грубо карается. И поэтому, когда я какое-то время работала в политической областной газете, я попыталась что-то там свое вставить, мне сказали, не, дорогая, это все обсуждается с редактором, который, скорее всего, на любую самодеятельность скажет нет. И это будет оправдано по той причине, что каждая газета имеет какую-то свою политику. Там, не знаю, коммунистическая, газета о садоводстве, газета или журнал тоталитарного режима и так далее. Газета, которая поддерживает правительство, газета, которая говорит нет правительству до анархии. Их большое количество. И если вы в газету про анархический строй будете писать что-нибудь, я не знаю, про бабочки, цветочки, хиппи, то вас оттуда просто вышло, ну, скажут, дорогая, у нас вот такая политика, придерживайся ее, пожалуйста. Если ты берешь интервью у человека, задавай ему наводящие вопросы, чтобы вывести его на ответы, которые будут соответствовать политике самого издания. Кроме того, писатель может быть каким угодно беланхоликом, социопатом уж, простите, социофобным и так далее. Он может вообще не выходить из дома и писать свои там немуары, но журналист не имеет права этого делать. Журналист, по сути, даже если он ярый интроверт, он должен стать экстравертом, он должен любить общение с людьми, постоянные путешествия, разъезды. От этого зависит его зарплата, от этого зависит его успех. И еще такой важный момент, почему мне немножко не подошла вот именно новостная, политическая, социальная журналистика. Во-первых, потому что я не люблю обманывать людей, и то, чего я там насмотрелась, в этой газетенке, я это так грубо говоря, потому что у меня реально нет других слов, это просто полный обман. Друзья, вот лично от меня, я вам говорю, не верьте тому, что пишут газеты, серьезно, особенно политику, вот просто не верьте. Даже интервью, которые приводятся, казалось бы, настоящих людей, реальных людей с фотографиями, никакого вымысла. Это все очень легко подделать, фальсифицировать, и вы даже не догадаетесь, что это подделка. Поэтому, друзья, давайте не будем наивными. Журналистика, по сути, это четвертая власть. Это очень сильная власть, которая может наставить немалых лопот обычному человеку, вызывая его на какие-то эмоции, на нервы. Поэтому давайте будем реалистами. Во-вторых, журналистика подразумевает под собой вот легкий такой пофигизм, легкую такую холодную бесстрастность, беспристрастность. То есть вы не должны близко к сердцу воспринимать то, что вы пишете. Абсолютно. У меня этого нет, к сожалению. К сожалению, очень большому. Я всегда сильно переживаю какие-то неудачи на работе. И действительно, потому что я чаще всего в работу очень сильно вкладываюсь. И считаю, что если я чем-то занимаюсь, я должна делать это хорошо. Это еще с детства идет. И, к сожалению, у меня не получается эмоционально отгородиться от того, что я делаю. И в этом плане журналистика у меня отнимала столько нервов, что я просто меня вот так вот трясло. Я прекрасно понимаю, почему говорят про журналистов, что они вечные алкоголики или наркоманы. Потому что они таким образом снимают стресс, действительно. Почти все журналисты пьют, чаще всего пьют. Курят, я уже не говорю. Если ты не курящий журналист, то какой-то странный. Это что, не из нашего круга. Почему очень часто журналисты становятся хроническими алкоголиками? Это постоянно. Это постоянные банкеты, постоянные стрессы, нервы. И если журналист не может включить вот этот вот пофигизм, так хоп, по щелчку, то ему грозят действительно большие даже болезни и стрессы, связанные именно с нервами. Как мы знаем, все болезни идут от нервов. А я люблю себя, понимаете. Я не хочу... Я хочу быть счастливой, здоровой девочкой для своих родственников и своего мужа. Я хочу всех радовать своим состоянием, своим позитивным отношением к жизни. То место, где работала я, приносило мне только боль. В том плане еще то, что я видела, что... Как дурят брата нашего. Как, друзья мои, нас дурят. Тем не менее, друзья, давайте сейчас обратим внимание на обратную сторону медали. Несмотря на то, что я говорю, что все так плохо и все хреново, и выхода нет. Нет, безусловно, это неправильно. Я также работала, как я вам уже говорила, в глянцевом журнале. Я проходила там практику. Я писала на такие классные темы, как мода, спорт, здоровый образ жизни, питание. И просто... Это было волшебно, друзья. И больше всего мне это нравилось, что ты не зависел от редактора. Пиши так, чтобы было читать интересно тебе. Если будет интересно читать тебе, то и читателю, соответственно, будет тоже интересно. И я вам, кстати, может быть, скину внизу ссылки на мои работы, то, что я там писала. И мне действительно это так нравилось. Я полностью раскрывала свой талант. Вот действительно, то, что я делала там, вот эту работу, оно помогло мне понять, что да я неплохой журналист, и правда ведь все это образование мне пригодилось. Но... Маленькая поправка. Пригодилось мне не образование. Я вам скажу даже больше, что практически все, что я изучила на журфаке, оно мне не очень пригодилось. Мне пригодилось то, что я много читала, то, что я много читала в детстве, и то, что я много самостоятельно писала. У меня был немножко неформальный склад мышления, то есть не в стиле школьных сочинений, знаете, там, ввод, основная часть и заключительная часть, да, то есть начали на здравие, закончили за упокой. Вот у многих наших девочек на моем факультете иногда были такие проблемы, и преподаватели и помогали с этим бороться. У меня таких проблем не было, и я в этом во многом благодарю книги и то, что я реально писала каждый день, и по сути, это была такая неосознанная практика в моем журналистском будущем. И мне очень нравятся такие области, которые я вам перечислила, как мода, спорт и так далее, и ничто не мешает мне работать и развиваться в этих областях. Но если говорить про политику и социальную жизнь, то нет, нет и нет. И в этих областях я вообще никак не раскрывалась, скорее, наоборот, я вот так вот закрепощалась, закрепощалась, как крестьянин в старорусские времена, и все. И снова повторюсь, все мы люди разные. Кому-то это подойдет, кому-то не подойдет. И, конечно же, я очень переживала, что я не могу найти работу по профессии, и многие мои родственники, друзья говорили, ну как так, ты закончила же урфак и не работаешь. Не слушайте этих людей. Вы никому ничего не обязаны. Вы должны делать то, что хочется именно вам. Это ваша жизнь, это не их жизнь. Они не живут в вашем теле. Они не знают, что вы чувствуете, они не знают, что вам нравится и не нравится. Вы всем не угодите, и всем вы не объясните. Друзья, не обращайте внимания, ваши нервы, ваше здоровье, это самое ценное, что есть у вас в жизни. И ваше тело будет с вами до самой смерти. Поэтому я хочу предложить вам такой вариант. Даже если вы учитесь на какую-то профессию, которая, возможно, вам нравится, и, возможно, даже у вас есть какие-то связи, и вы вполне себе можете устроиться на работу, да, такое бывает, это круто, попробуйте выбрать для себя еще какую-то профессию, по которой вы можете получить дополнительное образование. Это может быть не только образование, ну да, высшее дополнительное, но и какие-то курсы, курсы дистанционные, курсы заочные, курсы вочные, почему бы и нет. Это могут быть лекции, всевозможные семинары. Их огромное количество, особенно в Москве, Петербурге, в больших городах, ну и в маленьких городах не обязательно. Даже если вы выучите один английский язык за все ваше время обучения, просто замечательно, вы уже не останетесь без куска хлеба, поверьте мне, вы найдете работу, хотя бы так, чтобы перекантоваться и найти работу по профессии. То есть у вас желательно должна быть вот такая подушка, подушка безопасности, которая должна у вас лежать где-то в шкафчике. Не обязательно, что эта подушка будет такая колючая, неприятная к телу. Нет, вы можете пойти на профессию, которая вам также интересна, и она может быть вполне себе творческой. Там, я знаю, инструктор по танцам, тату-мастер, почему бы и нет, всевозможные, я не знаю, парикмахеры, дизайнеры и так далее. Очень много профессий, по которым можно закончить курсы, получить корочку и спокойно идти работать. Замечательно, прекрасно. Вы таким образом реализуете какое-то свое хобби, и это будет запасной подушкой, запасной вариант для вашего будущего. Просто плечом к плечу и рука об руку со мной шел спорт. Я занимаюсь спортом с 12 лет. Боксом я занималась в свое время полупрофессионально, практически чуть было не попала на Олимпиаду даже, но ввиду состояния здоровья пришлось отказаться от этой идеи. Тем не менее, я всегда очень любила спорт, я занималась очень активно и очень много всегда. Я просто была фанатиком спорта. Я поняла, что ведь правда, у меня есть какая-то такая тренерская жилка, мне нравится делиться с людьми знаниями, мне нравится показывать людям то, чего они еще не видели. Мне нравится вдохновлять их на какие-то подвиги и свершения, и это очень здорово. И поэтому я пошла на курсы инструкторов, методистов по скалолазанию. Я их окончила, это были очень интенсивные, очень классные курсы, я говорю сразу. Они проводятся раз в год при Федерации скалолазания России в Москве, и стоили они тогда около 14 тысяч, и это абсолютно небольшая сумма. Вы получаете за две недели огромный багаж знаний, поверьте мне. Вы учитесь с утра до вечера, сдаете экзамены, причем довольно сложные экзамены, серьезные. И вы можете спокойно работать, вы можете тренировать, вы можете вести какие-то группы, группы детей, взрослых, вы можете просто быть инструктором, дежурным. И это замечательно, и это был у меня такой фундамент, такая база, которая дала мне толчок к дальнейшему развитию в этой области. И это все шло у меня параллельно, то есть я училась на журналиста, и я работала в спортивной сфере. Я много пробовала писать по спортивной журналистике. И да, я считаю, что это действительно помогло мне в какой-то мере сделать мою подушку безопасности большой, пушистой, мягкой подушкой моей жизни, на которой я могу вот так вот сесть мягко, расслабиться, даже вздремнуть, и все будет хорошо. А если вы спросите меня, скучаю ли я по журналистике, то я вам скажу, что журналистика и писательство, по сути, они наполняют каждый мой день. Я пишу каждый день, я пишу постоянно. Я все время выкладываю какие-то свои заметки, статьи. Кроме того, у меня, как вы знаете, я пишу свои романы, да, как романы, такие романы. Можете тоже их почитать. Но все равно, я считаю сейчас своей основной профессией все-таки спортивную, тренерскую. Я считаю, что в ней я должна развиваться. Поэтому, друзья, давайте я подведу итог. Почему я не работаю по профессии, я вам уже сказала. Я считаю, что нет ничего постыдного в том, что вы не работаете по профессии. Причин может быть огромное количество, и вы никому не обязаны их объяснять. Главное, чтобы вам было хорошо. Главное, чтобы вам было приятно. Главное, чтобы ваши родственники знали, что вы здоровы, счастливы, и все у вас замечательно. Поэтому, друзья, ни в коем случае не отчаивайтесь, если что-то вдруг не получается. Если что-то не получается, значит, это верный зеленый свет к тому, чтобы вы попробовали что-то еще. Возможно, реализовали какие-то свои детские, юношеские мечты, почему бы и нет. В мире большое количество возможностей. Действительно, друзья. Поэтому, друзья, давайте будем прощаться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, работаете ли вы по своей профессии, и нравится ли она вам, были ли какие-то у вас сложности, или вдруг вы резко переменили область своей деятельности. Пожалуйста, делитесь в комментариях. Прошу прощения, что у меня такая не накрашенная, я просто красила голову. Когда я крашу голову, я не крашу себя, потому что все равно я буду смывать. Поэтому, друзья, пока-пока. До встречи в следующих видео.